Ну а подробнее об этом готовящемся законе мы поговорим с нашим экспертом. И сегодня это депутат городской думы Александр Галкин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, как в законе описана система утилизации автохлама? В настоящий момент в рамках разработки этого положения сотрудниками комитета по управлению имуществом рассматривается вариант, что собственника должны попытаться найти этого автомобиля, потому что причины могут быть разные. Он уехал на долгий срок, он просто не хочет забирать эту машину. Ему будет предложено ее увезти, в противном случае эта машина будет увезена уже администрацией. Если в установленный законом срок он не увозит этот автомобиль, его эвакуирует уже городская служба, которая в дальнейшем ставит его на ответ хранения на специализированной охраняемой площадке. И этот автомобиль какое-то время там находится. Если в течение установленного, опять же, этим нормативным документом автомобиль не будет забран оттуда собственником, который компенсирует затраты на эвакуацию, компенсирует затраты на хранение этого автомобиля, то этот автомобиль будет уже продан, и эти затраты будут компенсированы уже для города. Ну а вот окупятся ли городу затраты на вывоз автохлама? В предыдущем сюжете мы говорили, что работа эта для города слишком дорогая. Соответственно, тех затрат, которые город понес на эвакуацию данных автомобилей, может быть недостаточным, потому что большая часть брошенного автохлама представляет собой ржавый металл, который не представляется возможным поставить на ноги, и это все будет задано, возможно, на металлолом. Но те средства, которые будут получены от реализации данных автомобилей, если их можно так назвать, то они поступят в бюджет города Челябинска. Пока планируется такой вариант. А насколько необходим этот закон, и как вы считаете, это действительно такая серьезная проблема? Однозначно этим заниматься нужно, потому что проблема назрела. Без принятия данного документа мы не сможем победить нелегальную торговлю с брошенных автомобилей на Типотехническом институте, вообще во всем городе Челябинске. И эта норма позволит нам эвакуировать эти автомобили. Это раз. Во-вторых, необязательно создавать новое учреждение, и в принципе необходимости в этом нет. У нас есть служба демонтажа, которая занимается тем, что демонтирует нелегальные стоянки, киоски. И в принципе, наделив дополнительными полномочиями и дав правовые основания для демонтажа и эвакуации автомобилей, то эта служба спокойно могла взять на себя эту функцию. И в принципе, там не нужно ни раздувать штат, ни дополнительных обременений для бюджета. Спасибо за ваши ответы. Я напомню о подготовке нового закона о борьбе с автохламом. С нами беседовал депутат городской думы Александр Галкин.